Добрый день, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и я, ведущий журналист Рустам Вафин. А пришел к нам сегодня наш гость, это доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета Лопухова Ольга Геннадьевна. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна. Ольга Геннадьевна, я сейчас презентую ваши исследования. Если я ошибусь, вы меня поправите. Ольга Геннадьевна является разработчиком и руководителем целой серии многолетних исследований в области гендерных отношений в различных этнических группах, представленных на территории нашей республики и по Волжье в целом. То есть, я так понимаю, это русские, татары, марийцы. И ваши исследования перекликаются, видимо, в какой-то коллаборации с подобными исследованиями мировыми. Да. В США, в Японии, соответственно, в том числе. И ваши исследования отвечают на следующие вопросы. Что есть типичная татарская женщина, что есть типичная русская женщина, татарский мужчина, соответственно, русский мужчина. Какие особенности поведения есть у этих групп? Как они воспринимают себя и своего партнера? Каковы их роли в семье? В семье, в первую очередь, наверное, да? И как эти различия обусловлены различными культурными кодами, которые существуют в каждом из нас. Причем, насколько я понимаю, копали вы эти коды глубоко, вплоть до анализа сказок и былин, различных этносов на предмет поиска моделей гендерных отношений в глубокой древности. И как эти дела давно минувших дней, как мужчины и женщины воспринимались в сказках и древним человеком, нашими предками, точнее, соотносятся с нашими днями. Вот. Оригинально, я, знаешь, еще хочу начать наш вопрос, наш разговор. Как эта тема стала предметом вашего интереса научного? И с чего все начиналось? Спасибо за вопрос. Интересно вспомнить, потому что это начиналось довольно давно. В 97-м году фактически вообще этот интерес появился. Тогда еще не было даже названий гендерные исследования в психологии и самого термина гендер. Еще в России он был очень экзотический такой. Мы затруднялись, как вообще джендер перевести на русский язык. Вот. И сотрудничество с американским профессором. Это женщина Дебора Баллард-Райш. Вот. Она исследователь гендерных отношений. И вот с ней я начала исследование. И, ну, такой первой целью, она потом легла у меня в основу диссертации, стала адаптация на российскую культуру опросника BEM Sex Role Adventure. Это опросник гендерных ролей BEM, половых ролей BEM, на российскую культуру. И вот в процессе вот этой вот адаптации, исследования, то есть в основу опросника положено представление людей определенной культуры, общности. В данном случае у нас была российская общность. Мы должны были выявить представление о мужском и женском. И переформатировать опросник под нашу культуру. Валидизировать. И вот в процессе этой работы я с удивлением для себя выявила, что наши респонденты, которые описывали мужчин, женщин, типичных мужчин, типичных женщин, относили те или иные характеристики личностные к образу мужчины, к образу женщины, как они считают. Это женское качество или это мужское качество. У нас вы... Я выявила различия между татарскими и русскими респондентами. Причем это были преимущественно студенты университета. Вот. И то есть это были люди, которые находятся социально-экономически в одной совершенно среде. И уже веками две культуры, они вместе развиваются и вместе существуют в одной социально-экономической, политической системе. И, честно говоря, я не ожидала, что будут выявлены какие-то существенные различия в представлениях о мужском и женском, о вот таких, скажем, ну, высшем образовании, включенных людей. То есть это же не была там город-деревня. То есть вот совершенно вот идентичные условия экономические, всевозможные. То есть единственное, что отличало респондентов, это их вот субъективная отнесенность к татарскому или к русскому этносу. То есть они писали, они татары или русские, и далее отвечали на вот вопросы. И у нас выявилось такое различие, что, опять-таки, да, парадоксальное для меня оно оказалось, и поэтому я стала дальше копать уже в эту сторону, чтобы решить для себя этот парадокс. То, что против моих представлений стереотипных, татарские респонденты татарской национальности, они качества, ну, разные психологические качества, там был перечень из, по-моему, около 100 качеств, 80 с чем-то там было, да, характеристик. Вот, они очень маленький процент разделили на то, что это мужское либо женское качество. В основном они все качества говорили, что это общие. То есть вот... Ну, можете примером привести к цикле? Ну, например, самостоятельность, отзывчивость, там, доброта, красота, сила, ум, находчивость, доминирование, агрессивность. Ну, вот разные вот такие вот перечень качеств. Лица татарской национальности, это качества не были мужскими или женскими, это были общими качествами. Да, да, да. Причем они нами так подбирались, чтобы они все-таки, они изначально выявлялись, как, назовите, опишите типичного мужчину, опишите типичную женщину. То есть вот они отбирались изначально как гендерно дифференцированные качества, а затем вот на больших выборках проверялось, насколько вот вообще, ну, статистически вот это вот разделение на мужское и женское, вот эти качества описывают вот это разделение на мужское и женское. И у меня получилось, что вот респонденты татарской национальности, они не так прям сильно дифференцируют. Там очень маленький процент на этой выборке получился вот характеристик, которые они, ну, относят статистически значимо к мужским и к женским. В основном они все считали, что все качества общие. В то время как респонденты, вот рядом с ними сидящие, может быть, даже за партой, да, студенты русской национальности, они больше качества разделили на мужское и женское. Парадокс, который вы столкнулись на этих первых исследованиях, он стал и тем триггером, который в дальнейшем ваши исследования определили. Вы многое нашли ответ на этот вопрос? Почему? Да, я сначала стала интересоваться этнокультурными и этнографическими, в общем-то, исследованиями, которые описывают татарскую культуру, русскую культуру. Исследователи, которые изучают, в принципе, традиции народа, и в частности, татарского и русского народа. И я стала смотреть, какие были все-таки обычаи в татарской русской культуре, особенности в таких главных жизненных событиях, обрядовые формы, в отношении именно вот, ну, межполовом. То есть, допустим, свадьба, ухаживание, бытовые, вот семейные отношения, отношения и вообще определение какого-то развода, да, способы разрешения конфликтов внутрисемейных, как вообще происходят. Соответственно, вот, изучила этнографическую литературу наших исследователей и поняла, что вот в воспитании личности в татарской культуре больше упор был все-таки на обычаи, и который нам дает этот обычай своей формой, нам дает представление стереотипное о том, что, ну, татарская женщина – это такая тихая, забитая, значит, молчаливая, все терпящая женщина, где главный мужчина в семье, его слово, да, его значение, его статус. Вот, так показывает обычаи, потому что обычаи в татарской культуре, вот Карла Фукса интересные в этом плане были очень исследованы, и мне прям очень понравилось его читать, вот, они, в общем-то, в татарской культуре диктуют разделение. То есть мужчины, вот прям территориально в одном месте, женщины в другом месте. То есть это такая ориенталистская в целом традиция, когда, ну, с мусульманством связаны, возможно, так же, да, с такими традициями, ну, традиционными формами поведения. Допустим, праздники, мужчины и женщины, они как бы отдельно празднуют, да, в зажиточных семьях, как описывает Карл Фукс, вот, казанских татар, купцов, были разделен дом, мужская и женская половина. То есть все, кто, в принципе, мог это позволить, ну, понятно, что в бедной деревне все было проще и смешаннее, да, вот, а вот чем выше экономические уровни, и чем более возможно эти обычаи было соблюдать, тем в большей степени вот проявлялось то, что, ну, у женщины свое место и время, у мужчины свое, да, там, допустим, не садились вместе за стол, ну, вот такие вот, вот что относится к обычаям, да, ну, или, там, изучала я также обычаи с рождением ребенка связанные, да, очень отличаются также татарские обычаи тем, что, в отличие от русских, женщины с ребенком, вот, был так, ну, обычаи, опять-таки, да, определяли, больше времени находится, то есть 40 дней она должна проводить с ребенком, не выходя, никуда к ней приходили гости каждый день, то есть были обычаи, которые диктовали, чтобы каждый день приходили кто-то из родственниц и приносили какой-то подарок для ребенка, ну, там, распашонку, пеленку, что-то такое для ребенка, и какое-то угощение, еду для матери, таким образом получается, то есть если этот обычай соблюдать правильно, да, то получается, что мать, родившая ребенка, она с ним находится полтора месяца практически, посвящая себя ему, ухаживая за ним, кормя его, и при этом получая такую нормативно определенную помощь родственников, то есть она может себе это позволить, вот обычай как бы это охраняет, да, вот. То есть такой декретный отпуск. Да, такой декретный отпуск, в общем-то, и, ну, многие другие обычаи какие-то, вот похоронные, да, вот такие обрядовые формы, они также разделяют мужчин и женщин, то есть женщину не допускают на кладбище, это можно как угодно интерпретировать, но по сути дела это же, в общем-то, такая тоже определенная забота и защита, то есть от вот стресса, то есть она остается дома и... Ну, понятно. Вот такие вот моменты, да. И вот я сравниваю такие обычаи, в то же время колым, вот невесту также описывали, да, то есть колым может интерпретироваться где-то там, ну, в житейском понимании, как продажа там, да, девушки или еще что-то, нет. На самом деле колым это как бы залог, потому что разводы всегда были в татарской культуре из-за мусульманской религии возможны, да, и не запрещены, и очень легко это все могло произойти, там три раза сказать развожусь и все, вот. Ну, это легко на словах, на самом деле общество не очень хорошо воспринимало. Да, 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 это, конечно, компенсируется другими обрядами, ну, то есть вот, тем не менее, на этот случай, да, мало ли что, вот существовал, вот в частности, вот этот колым, да, который, в общем-то, достаточно большим был таким вложением предварительным жениха в семью невесты, и этот колым, он должен хорониться был у родителей, то есть туда могла входить, допустим, в деревне скотина какая-то, корова, например, да, еще что-то, это все отдавалось родителям, одежда хорошая, ну, в общем, много чего хорошего, и отдавалось родителям девушке, чтобы в том случае, если вот там развод или что-то такое, да, как бы, получается, муж заранее обеспечил ее уже свободное, такое независимое существование, возможно, и с детьми, если, ну, там, он или умрет, или разведется, вот какие-то такие вещи, то есть это охрана, это, и вот такие вот, это обычаи, они очень быстро теряются, то есть раз революция, и все про эти обычаи забыли, вот. Вот. Ну, в русской культуре больше знают люди, что там в русской культуре, да, там скорее было приданное невесты, которое отдавалось жениху, да, и позволяло жениху обеспечивать невесту, обеспечивать потом свою будущую жену вместо колыма, то есть наоборот. Ну, да, это, в принципе, подходит. Вот. При этом жена была зависима экономически от мужа, хотя он ее обеспечил, и распоряжаться своим вот этим приданным она не могла. Вот. Распоряжался муж, и он мог это, допустим, вот в дворянском сословии проиграть, например, да, и оставить нищими семью и так далее. Вот. Она распоряжаться, как правило, не могла, женщина. Кроме того, вот не было таких вот обрядовых, то есть обрядов родовых. Защитных механизмов. Родильных, защитных, да, то есть в деревне, например, женщина могла в поле родить и тут же положить ребенка, и тут же идти снова работать. Или прям родить там, допустим, полоща белье в проруби. Ну, вот бабушке рассказывали, моя бабушка там рассказывала, что поехала в прорубь полоскать белье, родила ребенка, завернула и поехала обратно. То есть вот суровой зимой, то есть и при этом никто ее от работы не освобождал. То есть родила, в общем, кладешь ребенка на обочину и идешь работать. Вот. То есть вот такого рода разные обычаи. Они быстро снимаются, но остаются традиции воспитания. Вот когда обычаи не берут на себя какую-то вот нагрузку основную, да, чем в меньшей степени вот четко нормированы отношения, а в татарской культуре очень четко нормированы отношения, что, когда, кто должен делать, как должна подавать женщина еду, что она должна, допустим, накрыть стол и уйти, не разговаривать с мужем при чужих людях. Ну, то есть вот много-много-много разных таких формальных ограничений поведения, чего не было в русской культуре. И вот всегда в культурах либо большая нагрузка идет на обычаи, либо на традицию воспитания. Когда на обычаи, традиция не так сильно работает. А в чем работает традиция? Она, компенсируя недостаток обычаи, начинает прививать определенные личностные качества. То есть есть традиционные взгляды на то, какой должна быть женщина. Ну, допустим, она должна быть скромной, застенчивой, нежной, ранимой и так далее. И вот это ожидается и традиционно передается в семейном воспитании. То есть ограничиваются какие-то поведения девочек. Говорят там, допустим, ну ты же девочка, почему ты себя так ведешь? То есть тебе нельзя так вести. Ты должна быть какой-то... То есть это называется женская гендерная социализация? Да, да, да. Либо мужская. Да, либо мужская. Когда общество диктует родителей, семья, культура, телевизор, газеты, окружение. Определенным образом воспринимаются любые какие-то поведенческие паттерны. И сразу дается им оценка. Иногда даже негласная оценка. То есть реакция какая-то может быть. Или какое-то ожидание какого-то поведения, которое вот считывается. И оно может в культуре быть направлено на формирование, на принятие или не принятие определенных качеств. То есть если ты мужчина, ты должен быть решительным. Ты не принял решение. Что-то это не так с тобой. И традиции, они формируют больше личностные качества и закладывают представление о нормах человека как личности. Мы начинали сравнить татар и русских именно в гендерном отношении. Вы сказали, что у татар обычаи имели большую нагрузку, нежели традиции. Да, да. А традиционного такого привития личностных качеств не было. И как это в реальной жизни сказывается на татарской женщине, татарской мужчине и их отличиях между русскими? Ну вот, сказывается это таким образом. Еще немножечко, если позволите, затронем традицию, изначальную, скажем так, более-менее традиционную форму воспитания. В татарской семье, если рождался мальчик, он сразу мужчина. То есть половые органы посмотрели, мальчик родился. Все, мужчина. То есть отсутствие традиции какого-то такого привития. Или традиция в том, что раз ты мальчик, все, значит, ты мальчик. Там неважно, какой ты есть. Ты можешь быть любым по характеру. Ты мужчина все равно в татарской культуре. А в русской, ну, в европейской в еще большей степени это проявляется, чем в русской, ну, допустим, по сравнению с татарской, в русской культуре больше ты должен как-то доказать, что ты мужчина. В татарской культуре в большей степени сама половая принадлежность, она уже, ну, как бы была достаточным знаком для того, чтобы уже запустить, так скажем, эту развивающуюся личность по определенной траектории социализации и прививать определенные нормы поведения. То есть неважно, что ты чувствуешь. Допустим, девочка, да? Неважно, какая ты как личность. То есть ты можешь быть там агрессивной, бойкой. Ты можешь быть застенчивой, скромной. Никого это не волнует, ты должна определенным образом себя вести в присутствии мужчин, на празднике, там, допустим, с пожилыми людьми, там, и так далее, да, с противоположным полом. Вот есть вот правила поведения, вот правила учи, а то какая ты, неважно. То есть это как ПДД, правила дорожного движения. Да, 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 да. И не обращается внимания, какая личность. И это все остается в современных традициях семейного воспитания. Допускается. Да, ты можешь быть там очень бойкой, как девочка, да, достаточно доминантной такой, своевольной и решительной. Пожалуйста, то есть нет такой традиции, чтобы это как-то отвергалось, допустим, как-то вызывало какие-то такие напряжения, страхи у родителей, как так ты, девочка, а так вот себя ведешь. Почему? Потому что в театрской культуре менялся статус женщины с возрастом. То есть вот она сейчас, допустим, девушка, она должна вести себя скромно, молчаливо, да, там, уважительно по отношению ко всем старшим, вот. И тихо там в уголочке сидеть, еду подавать, молчать. Но она выходит замуж, рожает детей, рожает сыновей. И когда она выдает, то есть женит своих сыновей, да, и остается с одним сыном жить, она свекровь. И вот здесь она может все свои властные качества, если они у нее есть. То есть все, что вот у нее есть, она проявляет уже в полной степени мере. То есть снимаются ограничения с ее поведения, с ее там требований каких-то. То есть она может требовать к себе уважения, она может быть очень властной, она может быть деспотичной. Никто не скажет, что она не женщина или она неправильная женщина. Вот. То есть я правильно понимаю, что в татарской семье, в татарской традиции, в татарских обычаях девочка может быть бойкой, озорной, агрессивной. Но если она соблюдает определенные ритуалы... Да. То есть, с ровесниками делаешь, что хочешь, но вот со старшими ты должна вести себя так. Да, да. Пришли гости, и ты должна себя вести так. Гости ушли, ты опять становишься агрессивной, буйной. Но когда ты выходишь в определенный возраст, когда ты получаешь статус социальный... Снимаются запреты. Эти запреты снимаются, ты можешь проявлять себя в полной мере. Да, такой какая-то. Ну, то есть вот к этому готовится. То есть на пенсии ты будешь жить в свое удовольствие. Да, 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 да. Как это сказывается, как это отличается от русской? От русской отличается тем, что там смотрят больше на человека. То есть вот какая она, да. Потому что если, допустим, это сварливая, какая-нибудь склочная, лучше за нее вообще замуж не выходить. Вернее, на ней не жениться, да, то есть в семью ее не брать. В татарской культуре это не повод. То есть можно... был такой обряд наложения такого табу молчания. То есть если она болтливая, сварливая, там остранный язык склочный, да, и она пришла как невестка в дом, на нее ее свекр мог наложить к табу молчания. Ну, то есть... Не муж, а... Ну, свекр, например. Не муж. Ну, муж, допустим, любит ее, да, и терпит любую. Но с ней неудобно вот семье, например, да, с такой. Все. И она не имеет права разговаривать с, допустим, с своими вот свекром. А какое наказание было, если нарушалось? В принципе, я не знаю, честно говоря, какое было наказание, потому что не обсуждается, что это нарушалось. Там другое, да. То есть она могла вот быть под этим запретом несколько лет даже. И общаться она могла только, допустим, со своей заловкой, например. И через заловку передавать какие-то вот скажи свекру, там тот и тот. Это достаточно неудобно для всех. Вот. Это неудобно для всех, но вот такая вот... Потом был обряд снятия с нее вот этого запрета, там вот такого, да, молчания. Вот. И этот обряд предполагал, что ей дают за это подарок. Здесь скорее не наказание, да, а поощрение было за... Вот. Ей дают за это подарок какой-то очень значимый. То есть корову ей могут подарить. Вот, например, вот такой приводился пример, что вот... И поэтому надо, конечно, со своей стороны свекру было сто раз подумать, прежде чем такое вот... Наказание. Да, вот этот обряд вводить в оборот. То есть по тем временам все равно, что, ну, не знаю, конечно, BMW может быть... Ну, да. Ну, примерно, да. Поддержанное, в общем случае. Или какое-нибудь свое дело, кафе собственное. Да, 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 да. Вот какая-то такая вот... То есть это же источник дохода, по сути, корова такое. Ну, конечно, конечно. Изучение жизни. Вот. И поэтому вот существование таких обрядов, оно как раз... И вот эта их разница, да, она и объясняет, почему в татарской культуре нет вот этого фокусирования, в представлениях на том, что качество мужское или женское. Какая разница, мужчина или женщина? У всех есть такие качества, потому что в жизни-то на самом деле это и так. А для того, чтобы, ну, какое-то понимание вообще специфики для себя знать, вот, значение тоже в татарской русской культуре, гендерных моделей, я еще разработала там и применила, там, трансформировала методику и проанализировала сказки. Татарские русские, там, выделив древние тексты и современные тексты, то есть действительно, так скажем, в более таких поздних современных текстах сказок, ну, мало отличаются гендерные модели в татарской русской культуре, в татарских русских сказках. А вот в древних текстах очень сильно кардинально противоположно отличаются. Нет татарской сказки, где бы героиня была столь же активно, информирована, инициативно, как в русской сказке. То есть она, в принципе, где-то вот в своем, не самом главном, так скажем, пространстве находится для сюжета сказки. И существует, ну, так скажем, она из дома. Надо какой-то пример привести, мне кажется. Да, самый активный, кстати, вот персонаж, самый активный персонаж, да, образ, это в сказке Гульчичек. Когда, ну, вот это вот сюжет, где девушку вынуждены отдать, там, в потустороннее, там, какое-то подземное царство за некоего, ну, такой а-ля аленький цветочек, да, то есть за некоего, там, змея, который не змея, ну, некий, там, колдун, ну, бог, скажем, да, это некий аид, да, архаично. Ну, короче говоря, ее выдают замуж вот за этого змея, потому что вот должны, но она от него убегает. То есть если в аналогичной, похожей по сюжету русской сказке, она, или там, в валенком цветочке, да, она расколдовывает его, да, и с ним остается, то у Гульчика она убегает. И она вот стремится в родительскую семью. То есть татарская женщина, она очень связана с родительской семьей в традиционном вот этом архетипичном сюжете, так скажем, да, базовом. И для нее родительская семья — это вот, это такая опора, связь с которой, ну, вот, просто ресурсна во всех отношениях. Вот, и, ну, получается, она активности такой сама особо не имеет вот в сюжетах вот архаично заложенных таких, да. В отличие от этого, в похожих ситуациях, в похожих сюжетах сказок русская героиня русских волшебных сказок, она может скорее убегать от родителей, поддерживая своего, там, избранника, и предавать родителей. И, скажем так, бороться, допустим, в погоне, когда, допустим, там, Кощей за своей дочкой или там какой-то подводный царь. Ну, тоже аленький цветочек, она, отец, когда пытался ее вернуть, она же расколдовал на все, она ушла к чудовищу. Да, 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 вот, ну, это как бы западный сюжет тоже, то есть сюжеты похожи, но вот позиции, да, роли, они расставлены несколько по-разному, что вот интересно в культурах. Акценты разные, какие-то выборы разные, и вот они показывают вот эту разницу гендерных моделей. И вот там больше все-таки важность для, вот, образа российской, образ своей семьи, ну, которую она создает. Вот, она при этом может быть достаточно активная, там, и, по сути дела, по ее инициативе происходит побег, например, да, и спасение от всех вот этих вот. Вот, она героизирует образ, вот, есть такая, ну, в анализ сказок героизация персонажа, да, то есть она вот тот фактор, который служит героизацией этого образа мужского, то есть она его делает. Вы поясняете, вы сейчас говорите очень сложно. Да, я поясняю. То есть она его делает, потому что, ну, например, убегают, допустим, некая там Василиса Премудрая со своим похищенным, ну, какое-нибудь подводное царство, да, или потустороннее царство, со своим вот избранником, которого она полюбила, и они решили убежать. То есть царевич, может быть, ну, в интерпретациях чаще царевич, более древних этих, дурачок, он позднее появился, как вот, видимо, уже вот, из-за инициативности какой-то, может быть, этого царевича. Вот, она, ну, это, знаете, как вот, похоже с греческими сюжетами, да, но так или иначе, она имеет, она предполагает заранее, какие будут варианты погони, да, какие будут, там, засады им устроены, и она заранее, там, либо гребень братствует, у нее есть волшебные предметы, которыми она, вот, знает, как действовать и так далее. А он, в общем-то, только ему сказали, мы бежим, он побежал, да, ему сказали, сейчас будет вот здесь засада, там, не лезь туда, не лезь в эту реку, там, да, не смотри на это, потому что он ничего не знает, это волшебный мир. Она там, хозяйка, она знает, что там, где засада, куда нельзя лезть, какие кусты нельзя трогать, да, куда заходить, что пить, вот, а он ее должен только слушать. И вот это очень типично для русского, сюжета русской сказки. Так почему тогда в реальной жизни в семьях этот сюжет не транслируется, не проявляется, потому что вот вы сейчас описывали ситуацию, где проблемная ситуация, когда женщина ведущий, мужчина ведомый. В сказках это так и происходит, и это считается нормальным. Почему в современной реальной жизни, и даже не только в современной реальной жизни. В современной реальной жизни это представлено. Я даже решила для себя провести такой, знаете, новый вариант, так называемого сценария, есть там у Эрика Берна сценарная теория сценариев, и он описывает разные там зарубежных сказок сценария, российские не трогают. Вот у нас очень интересный получается сценарий, который проявляется в нашей современной, вот этой вот семейной, так скажем, теме. И именно, вы знаете, он прям описан в русских сказках. То есть люди, не зная, может даже не осознавая, они транслируют свои жизни. В чем он проявляется? Например, девушка из, ну, там, хорошей семьи, допустим, образованная неплохо, ну, в общем-то и обеспеченная, да, умная, красивая, с перспективами. Вдруг выбирают парня, ну, совершенно не своей среды, гораздо ниже уровнем, и интеллектуально, возможно, или с какими-то проблемами, материально не обеспеченным. Ну, то есть вот, что движет, это очень типичная ситуация. Вот, она, что ей движет, то есть если расспросить, она, она, скорее всего, имеет, ну, вот, как опыт жизни, да, показывает. Вот, у нее такой образ, что она вот его нашла, отмыла, очистила, так чисто. И вот у нее есть, это вот сценарий вот этой Василицы Премудры, да, у нее есть иллюзия, да, у нее есть иллюзия, что она из него сделает человека. Царевич. Да, что вот она его преобразит, что никто его не понимает, вот только она его понимает, она такая волшебница. А в татарской истории это не характерно? Для татарских женщин это совершенно не характерно. Я проанализировала разные ситуации у моих друзей, там, знакомых, когда вот такая вот модель случалась. Это всегда были русские девочки. То есть вот... То есть татарская женщина из таких иллюзий не питает? Вообще нет ни одной такой татарской сказки, где бы героиня... Подняла, отряхнула ее на себе. Да, 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 да. Была бы выше статусом, как обычно, да, чтобы она была какая-то волшебница, и вот она какого-нибудь, ну пусть царевича, а чаще дурака даже, да, чтобы она вот так вот... Батыра, батыр. Батыр в татарских сказках, скорее, он там, ну, с разного статуса может начинать, иногда просто с куска теста, то есть вообще из ничего, даже не человек. Вот, но благодаря своему такой находчивости, труду, старанию, каким-то, может быть, талантам, которые он у себя развивает через труд, опять-таки же, да, он находит какого-то наставника, там, колдуна, например, да, там, батыр. Начинает ему служить, начинает с ним дружить, там, допустим, да, начинает учиться у него вот этому мастерству колдовскому, превращаться в кого-то, да, то есть вот он это осваивает, он этому учится, то есть он сам себя делает. И потом в конце у него там вот эта вот награда некая вот невеста, то есть может быть там это, может быть, спасенная им дочь Патишаха или вот какая-то вот как... Она как награда, ну, как бы такой, знаете, да, ты молодец, вот тебе хорошая невеста за это. Вот, никогда нет такого, чтобы взяла из ничего и все сделала из него, а он еще потом нарушил запреты, которые она ему говорила, не делай так. А он взял и сделал, и сказка продолжилась. И сказка прям продолжилась, да, и у него опять куча проблем. А вот скажите, вот мы сейчас определили типичная русская женщина, связали это с прошлым, определили татарской женщиной, татарская русская женщина типичной, а вот у нас же достаточно распространенное явление такое, как межнациональные браки. Да. И как вот эти вот вещи проявляются в межнациональных браках? Вот там же тоже много, ну, и смешного, и не очень смешного получается, наверное, из-за этого. Да, да, да. Давайте расскажите вот на это дело. Там, да, представлено как вот влияние вот этих вот моделей, да. Разные культурные коды, разные архиепипы, которые существуют. Ну, например, да, совершенно такой вот, скажем, Василисе Премудрой, да, в женщине, может не под... В русской девушке, например, да, может не подыгрывать, ну, в дополнительную игру не играть по бёрну, получается, да. Да, ну, то есть не вести себя и не понимать это всё адекватным образом, например, татарский юноша. То есть если она подобрала и отмыла и очистила вот такого татарского юношу, ну, да, с таким более-менее мировоззрением в семантике татарской культуры, то тогда, значит, она-то будет ожидать, что это будет, ну, пусть не путёвый, да, пусть такой, но это будет Иванушка-Дурачок, а он не Иванушка-Дурачок, он, по крайней мере, в его представлении о себе... Батыр. Он, да, он батыр, и он, значит, чем-то вот он её достоин, то есть у Иванушка-Дурачка-то там нет такого, да, он просто вот, ну, есть и есть такой, да, при ней. Вот, а для татарского мужчины он всегда будет, как бы он изначально ниже статусом бы даже не был, раз она вышла за него замуж, значит, он достоин чем-то. Он потом может всю жизнь себя делать, ну, в плане, ну, допустим, поднятия до её уровня, ну, там, образовываться, да. Или не делать. Да, но он, вот, самооценка не будет такая, что я Иванушка-Дурачок. А как это проявляется, какие-то конфликты из этого могут возникнуть, и как это проявляется в жизни ситуации? Ну, и, Анны, вот сразу хочу сказать, что татарская культура, она всегда была сама по себе, достаточно адаптивна вообще ко всем культурам. Она гораздо более адаптивна и гибка в плане принятия и понимания каких-то других норм, соседних и так далее. Да, и у нас в исследовании тоже получалось так, что татарским респондентам близки и та, и та культура, ну, вот в оценке образов, а русским только своя, татарская далека. То есть вот поэтому здесь тоже есть такая разница не только вот там чёрная и белая, да, татарская или русская, а есть разница в плане адаптации, да. Да, больше готовы принимать татарские, так скажем, ну, мужчины и женщины, понять и объяснить для себя более правильно поведение, допустим, ну, вот русского супруга. Вот, в то время как русские в меньшей степени готовы понять и правильно объяснить для себя, правильно проинтерпретировать какие-то поступки, поведение, которые вот типичны для татарской культуры супруга. Ну, давайте примеры приведем. А еще вот пример такой, да, что отношения, например, вот, как сказать, это наряжаются, то есть или не наряжаются, то есть вот, например, для татарской такой ориентальной более культуры, вот как себя позиционирует женщина, это, по сути дела, относится к ее мужу напрямую. То есть она себя позиционируя, говорит о своем муже, что-то, вот, это было, у меня еще бабушка, по-моему, бабушка или мама мне про бабушку, про бабушкины истории рассказывала, что в деревне, вот, кто-то там поссорился, ну, из родственников моих старых дальних, да, вот, между собой, муж с женой поругались, и она ему говорит, ах, ты так? Так, тогда вот, когда мы поедем там, ну, куда-то, допустим, там, в мечей там или на праздник в соседнюю деревню, вот мы поедем, я не сяду на подушках на козлы, я пойду за телегой, пешком. Ну, что, и все, ну, как бы это было вот это высказано, что за этим стоит? То есть она его опозорит, чем опозорит перед всей деревней? Тем, что она вот так вот униженно идет в пыли, а не сидит, как королева на подушках. То есть вот это вот жена, как королева, да, которая красиво, хорошо, богато одета, там, с хорошими украшениями, она сидит на подушках, то есть это статус мужа. Вот, и это остается в нашем сознании современном, поэтому даже неосознанно, например, да, в татарской такой семантике татарской культуры, часто татарская женщина, да, у нас много еще, ведь те, кто из смешанных браков, там вопрос такой, какая культура больше повлияла на сознание, вот, допустим, татарская, это не значит, что прям вот национальности в паспорте, а вот ментально, да, женщина, она может замужем стараться, допустим, одеваться хорошо, несмотря на то, что не позволяет доход семьи, да, выглядеть богаче, лучше, дороже, чем вот, они могут себе это позволить. Ну, как уж она это делает, то есть есть способы на самом деле, да, допустим, одеться на сто баксов, выглядеть на тысячу. Вот это вот будет она делать, опять-таки, не осознавая зачем, но она неосознанно будет ждать, что муж это оценит, как, вот, ну, как плюс, да, как ее старание, что он будет этим доволен и горд. То есть она делает это для него. Да, потому что на самом деле... Да, а ее муж настолько достойный человек, что вот вон какая у него жена, значит, он достойный человек. То есть татарский муж это, скорее всего, так и воспримет. Спасибо тебе. Ну, как бы это не будет, может быть, сказано вслух, да, но в отношении это будет такое, то есть как хорошо, что вот... Отторжение у него это не вызовет. Да, 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 да. Он это проинтерпретирует таким образом, что вот молодец, ты не позоришь меня перед людьми, ты наоборот, вот я могу гордиться тобой и собой. И хотя у нас сейчас тяжелая ситуация, ты меня поддерживаешь таким образом. Да, 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 да. То есть благодаря тебе я там кажусь всем круче, чем я есть на самом деле, и он будет ее уважать за это. Насколько они будут вообще все это осознавать, это другой вопрос, скорее всего, даже могут и не осознавать, потому что не знают этих моментов. Но это будет вот, так скажем, невидимым таким фоном в их отношениях проявляться и как бы составлять такую основу взаимопонимания такого негласного. В смешанной семье это может быть нарушено, потому что она, допустим, старается, да, вот так вот выглядеть и все. Она даже не оценивает для чего и как, просто она понимает, что это надо делать, раз она уважает своего мужа, она не может выглядеть недостойно, пусть даже средств не хватает, там и у него не такой статус, но она будет выглядеть на статус выше, она как бы в глазах окружающих поднимает его этим, она может этого не осознавать, но вот у нее этот паттерн есть, а он будет ей говорить, и что ты вырядилась, ты вообще для кого вырядилась, и зачем это надо, у нас, скажем так, у нас вот не такой доход, вот почему у тебя там, допустим, зачем тебе вообще шуба, да, вот пуховик за 4 тысячи вполне хорошая, теплая вещь. То есть и нам по статусу, и нам по доходу это, вот, и она будет не понимать, как, то есть он не понимает, допустим, для чего она это делает, и он это может так считать или расценить, она еще кому-то хочет понравиться, кроме меня, вот, она, значит, не успокоилась, если она кого-то ищет, а она понимает, что он не уважает ее стараний, вот. А вот возьмем русскую семью, то есть мужчина и женщина, и в русской культуре воспитанные, в ситуации, когда женщина одевает богатую шубу, а мужчина по статусу, он не может тянуть эту шубу, она показывает то, что она действительно кого-то ищет еще? Может быть. То есть и когда, например, и поэтому получается конфликт, когда я в смешанной браке? Да, да, вполне. Она может не осознавать, что она это, но вполне, если вот так вот, там, проанализировать, психоанализ, таком, да, то в основе может быть, что да, я еще претендую, вообще еще, пока еще ищу своего принца. Так, на более достойный вариант жизни. Ну, это очень серьезная конфликтная ситуация, на самом деле. Да, да, и поэтому вот это вот непонимание культуры, оно рождает конфликты. И межличностные, и внутриличностные. А вот скажите, вот вы еще вначале, это мы обговорили, что вы проводили исследование, на самом деле, по методике мировой, вообще мировой, да, по каким-то... Да, да, да. И по этой методике выявляется, там, типичная американская женщина, типичная японская женщина, может быть, типичная француженка. А можно, вы можете сейчас дать отличие вот типичных японской, типичной француженки от типичной русской, типичной татарки? Да, да, да. Вот такая есть одна статья как раз, где сравнивала я результаты наших исследований с... Ну, модель, которая получилась в самоописании, с американской... с американским подобным исследованием и с японским. И вот у нас русские татары. И получилась такая интересная линейка вот для меня, да, то есть американская, американская, ну, в целом, модель и мужчина, и женщина. Далее идет... у них четко гендерно разделенные представления, более сильно гендерно разделенные представления. Ну, и соответствует самоописанию, то есть там... Вот когда вы говорите более четко гендерные отличия, вы поясняете? Мужские характеристики имеют какой-то определенный набор, и мужчины стараются себя описывать по этому набору, да. Женские тоже имеют определенный набор, и мужчины избегают того, чтобы, скажем, включать в самоописание, что им соответствуют эти характеристики, которые женские, как бы, да, считаются... То есть там нежный... Да, 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 то есть, допустим, да, нежный, там, застенчивый, там, даже верный, любит детей, там, или еще вот такие вот женские. Вот, и большее разделение у американцев, и, допустим, чаще встречаются чисто мужественные, маскулинные мужчины, типичные, ну, такие типизированные. Чаще встречаются типизированные женщины. Дальше идет русская модель, которая вот ближе, потом татарская, потом японская, то есть татарская, она ближе к японской, такая ориентальная. Чем отличается японская? Противоположная ситуация. Они ту же самую методику тоже адаптировали на японскую культуру, и там вообще получилось интересно. То есть мало того, что у них еще меньше, чем у татар, разделенное вот это вот представление о том, что качество мужские либо женские, то есть их шкалы получились там... То есть японец может быть застенчивым, и это не считается для него... Да, там вот эти обрядовые формы внешнего поведения, требований вот каких-то нормативных поведений, еще больше определяют людей, еще меньше связан, ну, как поведенческий акт с тем, кем человек на самом деле является, что он на самом деле чувствует. Более того, в японской культуре там есть даже два названия разных для личности, которые вот примерно так можно сказать, что личность для себя и личность для других. То есть вот и это в западной культуре считается как двуличие, двуличный человек. То есть думает одно, чувствует одно, а поступает по-другому. Да, сам ненавидит, коварный, а улыбается, там, льстит и кланяется. Вот. Двуличность. Это негативная черта. В японской культуре так и надо. Вот правильный человек, он так себя и ведет. То есть есть я для других, и есть я для себя. Я сам могу быть каким угодно, агрессивным, болтливым, но для других, да, или там переживать из-за чего-то. Есть ситуация, Мацумото описывал, когда пришла, он преподавал студентов, и пришла к нему мать японского студента. И улыбаясь, значит, так, с приятной улыбкой, ему сказала, что вот ее сын не будет больше посещать лекции, она ставит профессора в известность, потому что ее сын умер. И он был поражен, потому что, ну, Дэвид Мацумото, он американец японского происхождения, но он американец. И он говорит, у меня был сначала шок, ну, прежде чем он вообще разобрался для себя в этой ситуации, что мать с улыбкой говорит о таком событии. И при этом он уже как, ну, японский, вообще он культуролог, ему японская культура, понятно, он это вот как раз как пример объяснил то, что она при этом чувствует действительно то же самое горе, что и рыдающая американка над своим сыном. Но вот это вот правило, да, норма поведения обязывает ее улыбаться, когда она говорит с посторонним уважаемым профессором. Вот. Она не должна свое горе показывать при разговоре с другими людьми. А вот то, что американцы бы назвали двуличным, да, она в отношении, скажем так, татарской культуры, носителей татарской культуры, она может к ним проявляться? То есть есть какой-то элемент двуличности в том понимании, в котором вы сейчас описали японскую культуру, когда есть более сильный обряд, нормы поведения? Да, да, в результате вот там и методика меньше получилась у них. А вот татар такой можно, если они ближе к японцам? Проявляется тоже, да. То есть есть такой стихотип, татары двуличные? А японцы точно говорят, что японцы двуличные и коварные. Хитрые, есть же поговорка, где татарин побывал, там еврею делать нечего. А, ну хитрый татарин как раз, это как раз вот коварный японец. Вот это, да, то есть можно, ну как, знаете, в чем близость? В том, что, например, вот когда подсмешиваются разные гендерные вот эти стереотипы и традиции, и нормы, и вот трансформации вот эти идут в обществе, все меняется, у татар чаще происходит какой-то сбой, что ли, да, вот так называемый недифференцированный гендерный тип, когда человек не может себя отнести ни к стереотипу мужского поведения, ни к стереотипу женского поведения, и не может для себя определиться вообще он, скажем так, в ролевой модели мужской, или вообще, или он скорее женственный, или он скорее мужественный, вообще как. То есть вот какое-то вот такое ощущение своей вот неотнесенности ни туда, ни сюда, она чаще статистически представлена вот молодых людей больше исследовала татарская культура на это хорошо или плохо но то что не дифференцированные это считается плохо потому что человек не чувствует себя идентифицированными с чем то есть у него нет четкого определения себя ну я просто для меня это было понятно как бы примере привели ну например он например не чувствует что он и и детей любит там допустим и он добрый он нежен и он допустим покладист скромен это вот этот женственность да вроде нет он не такой да нет у него этого начала но он и не решителен он не лидер он не настойчив он и не напорист и вот как-то вот и тогда кто я вот что-то среднее такое да замор сны никакое да и как правило те у кого не дифференцированный гендерный тип они и психологически себя не очень чувствуют хорошо то есть у них чаще какие-то негативные состояния психологические неопределенности недовторенности собой а скажите этот тип распространен если есть какая-то статистика среди русских респондентов или татарских респондентов вот как раз среди американских очень редко среди русских но так почаще чаще у татарских и вообще очень часто прям неадекватно часто что успокоило прям до исследователей японских то что там 34 процента то есть в норме должно быть процента 2 у японцев 34 процента у нас у татарских респондентов 7 где-то процентов у меня вот в исследованиях выявлялось ну там порядка двух процентов у русских респондентов гендерные роли гендерные отношения они очень мы поскольку мы говорим про архетипы про культурные коды они очень часто проявляются в таких таких явлениях народного творчества как поговорки да вот есть русские поговорки ну известные например хоронили тещу порвали два баяна то есть это опять же взаимоотношение ролей до теща взять мужское женское негатив это татарская русская это русская поговорка русская а вы знаете татарский поговорки гендерные вот к сожалению нет почему ну не знаю я вот тоже потому что мы одно исследование делали по культуре татар не я не могла вспомнить не нашла то есть мы спрашивали татар типичные татарские поговорки там гендерных не было почему-то приведено как татарин можете вспомнить какие-то поговорки татарские которые бы вот муж жена вот это вот у русских много там муж жена одна сатана ну вот наверное там бабу с воздуха были легче да я вот татарский могу вспомнить может быть причина в том что разведены как-то мусульманской по крайней мере традиции были муж одно делает жена другое и вот такого но в данном случае в данном случае эти же поговорки отражают наличие постоянных конфликтов каких-то внутри да каких-то конфликтных отношений да и и они наверняка есть и татарских семей в татарских семьях тоже есть на ли их не видно или как-то это сглажено как раз вот этими гендерными особенностями вы знаете вот в татарской семье например может быть как жена она внешне показывает что допустим она при других определенным образом ведет себя по отношению к мужу там ухаживает тут уважительно молчаливо но это не значит что она там подавленное какое-то или бесправное положение имеет семье наоборот очень часто очень много примеров когда в традиционных татарских семьях именно женщина принимает решение то есть муж готов скорее слушать ее в семье в бытовых отношениях и конфликтов на самом деле вот по моему опыту меньше в татарских семьях потому что как бы роли позиционированы более четко если вот люди скажем так придерживаются воззрений до традиционных хотя бы в какой-то степени то в татарской семье типичным является то что там договариваются то есть распределены сферы влияния и там где сфера жены муж вообще не не лезет так скажем да не командует он там там она командует это очень часто как раз дом хозяйство воспитание детей и и вот такое распределение то есть муж готов слушаться и это его не унижает внутренне да он готов сказать да хорошо то есть ты так решила это вот твоя зона ответственности и и а в русской не так четко все распределено и поэтому может быть как могут быть какие-то конфликтные такие у меня вот такой вопрос возник вот мы сейчас говорили о том как из прошлого выросли вот эти вот гендерные роли в русских татарских семьях в разных в этнических разных национальностях а в современном мире с его эмансипации с его феминизации определенной кто больше комфортнее себя чувствует скажем так татарский мужчина или русский мужчина с учетом того тех кодов которые заложены в них традициями обычаями с учетом того что там равноправие уже экономическое у женщин возникает во многом женщины больше зарабатывает иногда и достаточно часто кто к этой ситуации более комфортно для кого психологически комфортнее русским мужчинам или татарским мужчинам в целом традиционная культура она более фемининно воспринимается вообще татарская культура более феминина поэтому там и роли не так жестко так скажем психологически разделены татарские и русские наверное наверное сложно сказать каждый по-своему да но мне кажется все таки татарская культура как базово более фемининная она с одной стороны имеет наверное все таки татарская легче если так вот сказать легче или сложнее до адаптироваться в вот этой вот трансформации гендерной потому что типично для современных тенденций гендерной трансформации смешение ролей и вот это вот сглаживание границ какого-то разделения качествами на психологических которые должны проявлять люди вот и это характерно для татарской культуры и поэтому например татарским мужчины легче переносят ситуации когда он должен быть подчиненным например да ну допустим он начинает свою карьеру и он в начале карьеры он занимает очень подчиненные такие позиции и в принципе это позиции фемининные вот есть так описать да он должен демонстрировать покладистость лояльность внимательность какую-то уметь договариваться до соглашаться терпимость и так далее то есть это качество фемининные ему это может и не прийти потому что может у него это и есть он никогда в себе этого не подавлял потому что его культура этому не учат подавлять в себе такие качества и там бить себя в грудь я мужчина поэтому я не буду соглашаться я не буду там заглядывать снизу и так далее вот поэтому конечно на такое вот в начале карьеры мужчина с такими качествами удержится легче и будет более успешным и при этом у него будет меньше внутренних конфликтов потому что с одной стороны нормы вот этой вот трудовой роли это диктует что он должен как подчиненный вот так себя вести да и это не сталкивается так сильно в его там сознание подсознание с тем что он есть на самом деле что ему диктует традиции например русский человек может сказать а ты парень хитрый татарин ты сейчас подстраиваешься специально да 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 легче потом поменять свои качества и стать более там скажем уверенным напористом доминантным когда он занимает более высокий статус уже и да это может восприняться как власть портит там до меняет человека это может еще на более низком уровне ты там под лиза ты карьерист да 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 ты пытаешься пролезть хотя для человека это может быть вполне естественно это вполне естественно и правильное просто поведение соответственно своей социальной позиции статусу планет ну что ж это был интересный разговор я думаю мы его как-то продолжим еще эта тема на самом деле при обширнейшие гендерные различия гендерные процессы вот а на сегодня мы заканчиваем я хочу снова представить нашего гостя это лопухова геннадьевна это доцент кафедры педагогической психологии института психологии образования казанского федерального университета я ведущий журналист устава вафин до свидания до новых встреч спасибо